Аферисты при помощи фиктивных сайтов «Газпрома» похитили у Свердловчан 25 миллионов рублей. Свердловский главк МВД призывает граждан тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. Зачастую под видом известных компаний, связанных с добычей нефти и газа, орудуют мошенники. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, жертвами такого рода преступлений, судя по статистике ОВД, становятся люди в возрасте от 31 до 66 лет. Именно в этот период своей жизни граждане наиболее активно стремятся найти способ дополнительного заработка. К примеру, буквально накануне 9 февраля в отделы полиции Серова и Каменск-Уральского обратились два местных жителя 1976 и 1978 годов рождения. Один – мастер крупного металлургического предприятия, второй – машинист РЖД. Каждый из них сообщил представителям МВД, что в сети интернет бросилась в глаза заманчивая реклама инвестиционных программ, названия которых созвучны с наименованием проектов, осуществляемых официальными организациями группы «Газпром», но не имеющих к ним никакого отношения. После того, как азартные мужчины перешли по указанным ссылкам и ввели свои личные данные, с ними связались якобы эксперты. Они убедили доверчивых свердловчан установить на телефонах соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых платформах, перечислить определенное количество собственных средств на чужие счета. После непродолжительных манипуляций начинающие брокеры увидели, их доход действительно существенно пополнился, и они решили обналичить виртуальные деньги, чтобы получить первую прибыль. Однако, чтобы подержать наличных в руках, им предложили еще раз заплатить крупную сумму. С мастера потребовали 25 тысяч долларов, а с машиниста – более 1 миллиона рублей. Только тогда они и поняли, что их, как говорится, обвели вокруг пальца. Таким образом, потерпевшие пожертвовали на процветание аферистов свыше 2 миллионов рублей. Заявления в полицию не заставили себя долго ждать, рассказал полковник Горелых. По его словам, оба факта следственные органы полиции расценили как мошенничество, предусмотренное статьей 159 УК РФ. Злоумышленники разыскиваются. «Польза от таких публикаций может быть только в одном случае – если чужие ошибки станут для других людей примером того, как в погоне за быстрой прибылью не оказаться у разбитого корыта. Как говорится, прочитал сам, поделись этой информацией с другом. А предупрежден – значит вооружен. И не страшны никакие аферисты», – резюмировал Валерий Горелых. Валерий Горелых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...